вот серьезный разговор вот серьезный разговор будет смотри сколько я ем а мы только что поели раман сидели в кафе серьезно и где вкусный раман на дорогомиловском вкусно от николая ждем вопросов два на два я так зашла в эфир а он с другом с двумя тёлками сидел бы не знаю что с ним было мне кажется я уже я уже ты помнишь как в том мультике когда он бежал к нему этот вот челка на боку этого колен не считается хуйню всего лишь 6300 человек тебя видно и поменьше не показывает кстати забрался внимание на себя забрал забрал молодец потому что у нас грёбаные танцы до 9 а я пробки стою мне они потом дано спросить у коля ключ от машины на ребят пожалуйста если нас смотрит казань если вы нашли ключ от бмв в казани будьте добры верните пожалуйста все равно вы не откроете никакой машины за вознаграждение да конечно пожалуйста это тоже болею за этот ключ из казани ну как они могли его при какого-то его мог потерять и где я не а представляю если бы вышел в эфир с малышками и другом а я сказал и я горюк тебе было хватит говорить полным ртом слушай иди броди и я голодная приехала карина в эфир из автобуса поебать ему у рома есть девушка может определили что у рома нет девушки он 2004 года это вообще кошмар да почему а не надо рома познакомить с анечкой мне кажется анечке надо ааа ааа а ты здесь давай мы тебя добавим с ромой смезем давай он такой прикольный а а не как раз 24 года 27 лет нет она старая для них 25 27 Так сколько в итоге? 24, 25, 27 Рома, тебе какая разница 24 или 27? Бери, пока дают Тебя же Милфа, ты же любишь постарше Ну да Аня пишет, вы заебали Аня, тебе же 27 Я потерялся, я не понимаю, где съезд О, Карин, он еще и потерялся Это все МКАД Это все 2004 год Заводчики, ебучие они пишут Заводчики, ебучие В Минску большой привет Можно Бушинову эфир? О, мы сейчас сделаем эфир Я, Бушина и Карина Это будет раз Карин, все спрашивают, где же она Я не знаю, где же она Я знаю, что она в Барселоне В Барселону она улетела, да Вот, Тим, ты с ней общаешься? Нет, я сейчас с ней не общаюсь А если будешь, скажу, что у нее есть подруги Были? Я скажу Были? Были подруги Что-то пошло не так Подожди, нас тут заблокируют своих фанатов Да, давай А мы твои были Все мои от тебя Давайте бушину Нет, у нас осталось Пять минуты Карин, он тебе пишет Засосу тебя Гуд Гуд Какой-то гуд Может, это тебе пишут? Слоу-блогера Нет, тебе пишут Может, это Роме? Осуждаю О, Казахстану тоже большой привет Как они не могут ключ найти? Я вот не пойму, где ключ? Может быть, он в отеле, где вы жили? Мы были в отеле В отеле, может быть, он в отеле? Нет Они перерыли весь отель Сказали, что не нашли Потом мы были Мы поехали на презентацию На открытие нового магазина Офигенного Спорт-одежды Там тоже нет Но он там переодевался Там мил одежду Да, у тебя тут такие леггинсы сегодня Красивые, желтые Мы делали вот так Кто так делал? На причинное место или на сиськи? Нет На сиськи Я не делал так Че ты гонишь, Казах? А он делал вот так И говорит Нет, я ей просто показал Очень эротично Очень эротично? Ну да, эротично Я не заеду никуда Я сейчас через 10 минут буду дома И все Все, ушел Коля Ксения, прилетайте в Египет Ой, я так хочу в Египет Реально Давно Очень хочу на пирамиды Детям показать пирамиды Я не хочу в Египет Я не хочу в Египет вообще А ты же была Да Карин, блокируешь всех Тут столько ужасных людей вообще? Я этим не занимаюсь Дим, может ты отключишься? Да, я все Давай Я через 10 минут буду Вы домой? Да, да Давай Рома, пусть отключится Мы бушиной позвоним Все, пока Отключите меня, пожалуйста У меня нет Пока Пока-пока А как? Мы тебя отключим Позвоним Просто выйди и зайди заново, Ром Если хочешь эфир посмотреть Давай бушиной Смотри Позвоним Да пытаюсь Пытаюсь Я бушина Приглашаю Это твой эфир, не мой Я не могу ничего сделать Сколько карине лет Я уже поняла, что я плохо выгляжу Отстаньте от меня Добавляйте бушину Привет из Ашхабада Ашхабада Не отвечает, Ленка? Нет Нет Наташка Варвина пишет Ты что, не видела извинения, Натана? Нет Ашхабада Нет Нет А у меня сразу Гузеева перед глазами была А что он сделал? Помнишь, когда она сказала? Ага А да А что он сделал? Карин Что он сделал? Женец Я могу Поизменил Что он сделал? Тогда Трахнул Леру Это я Я не знаю Это я не буду говорить А за что? Я за это не отвечаю Нет А за что он извинялся? Не знаю За что Видно было за что Раз извинялся Только без водолазки И правда был Но это все ужасно выглядит На самом деле Отвратительно А я только вчера Серию смотрела И Димке говорила Что он женат Ну А что У Леры Сиськи красивые И что теперь На все сиськи прыгать что ли? На которые красивые Я не пойму Ну слушай Ну Может у них там С женой Не все хорошо И что А Карин Не пойму Вообще Ну он Пошел на проект Правильно? Правильно Он флиртует Правильно? Правильно Ты смотрела проект Звезды в Дубае? Там был Мамаев Он просто Всегда Говорил Про свою жену И даже не пошел На испытания Где был вдвоем С девочкой И это Какой-то То что ты запомнила Потому что Когда мужик Восхищается Своей женщиной Понимаешь Когда он Не бледво Абсолютно Типа Жена Жена Все таки Я не знаю Как это в жизни Бывает Но на проекте Он вел себя так Натан Мог тоже Так себя вести Тогда бы не извинялся Ну и вообще Нафига Он пошел на проект Без жены В смысле Нафига С жены Зачем он пошел На проект Он пошел Участвовал Ну не знаю Не ну Просто Если тебя что-то Не устраивает Разведись И гуляй Сколько хочешь Нафига Еще и на всю страну Я не говорю про это Если что-то не устраивает Разведись И гуляй А если ты Как бы Вот так себя ведешь В кадре Я не смотрела Проект Но все пишут Что он ведет себя Как неженатый Когда мужик Едет на публичный проект И еще более того Ведет себя Как неженатый Это просто Он ведет себя Так неженатый Ну да Ну отвратительно А еще женщина Которая знает Что мужик Который с ней На проекте женатый Я не понимаю Почему всегда С баб тоже Ответственно снимается Вот это мне вообще Каждый раз странно Если честно Ну будем дальше Смотреть Там еще пока Непонятно ничего Они пока что Просто дружат Да я думаю В смысле Карин Какой дружат Ты что видео Не видела Нет И она сидит У него На одном месте Они с вас Посмотрите О Посмотрите Та-та Привет Та-та Я такое видео Не видела Я смотрела Только проект Проект Эфир Лерчика сказала Что она не знала Что он женат Ну конечно Это же классическая история Ребята Вы вообще Уже многие не знали Не, там не было такого Чтобы все говорили Что он женат Такого реально не было Вы что гоните? Ну как это? Не знаю Там как-то Кто-то шушукался За кадром Алена Блин С Мамаевой Ну Алена Блин Уж точно знала Что он женат Понимаешь Уж кто-кто А этот Это точно знала Мне вот это нравится Когда Ой А я не знала Что он женат Особенно Когда публичная пара Как будто Знаешь Она с мужиком В самолете Познакомилась А он Значит Не очень хорошо У кого С кем? Ну У мужа С женой Он с кольцом А он еще и там С кольцом Видишь Говорит С обручальным Вообще Зашибись Ну Как хорошо Что есть Советское телевидение Я вот думаю Что мне Компотик Выпить Или колозеру Не могу Да конечно Знал Да все знали Господи Ребят Идиотов Нет Ну поверьте Как бы Ежи Ну Ладно Я ничего не буду Говорить Ксюш Молчи Молчи Ксюш Молчи Давай я скажу Что там Она плачет Ну конечно Плачет Девочки Конечно Плачет Блядь Конечно Плачет Блядь И я еще Тогда Осталась Что я На ее месте Пошла Уже Нафиг Подала На Развод Сразу Ну как Как это Это публичная История Уже Абсолютно Очевидно Это когда тебе Отмазки Лепят Что это Все врут Такого не было Я не изменял Знаешь Еще можно Засомневаться Когда уже Показали Показали Видео То все Уже Уже До свидания Проект Называется Звезды в джунглях Анька пишет Давай Что надо сказать Вон Аньку Добавляй Сейчас она Всю правду Матку Звездонет Давай Аньку Добави Место Бушиной Ха-ха-ха Бушиной Это все Тогда в черный Список Сейчас Вднем Место Бушиной Давай Первой серии Шкуры терли Что такое Шкуры терли Шкуры терли Об этот Анечка Отклонила Анечка Ты отклонила Давай еще раз Пола зерва Победила Это правда Жена улетела Вроде как С родителями К себе На родину Ну и правильно Сделала Блин Карина У меня в четверг Выходит Программа Моя Вот там История такая Я все уши Прожижала Я жду твою программу Не могу Не Тамара Уже рассказала Я хочу посмотреть У меня Сука Волосы Дыбом Это про девочку Которая Который мужик Это да Вообще Жесть Про расстановки Она рассказывала Мне два Нет Расстановки Это я вчера Снимала Тоже Очень крутая Программа Нет Очень интересно Который Как Турецкий сериал Возьми Вот это Передай Ирине Новый сезон Последний герой Будет Будет Но позже Овцы Бля Это кто Чего Там баклажаны Нам шлют Карен В своем глазу Как говорится Это про что Если про меня Ребят Идите нах Я вам серьезно говорю Я блять Ни с одним женатым мужиком Никогда в жизни не спала И никого из брака Никогда в жизни не уводила Поэтому знаешь что Идите Блин Идите Бродите Я поэтому так спокойно На эту тему разговариваю Блин Охреневшие Просто Заебали Блять Реально Мне приписывают Девчонки Кого они тебе приписывают Я не пойму У тебя никого Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо А ты положишь камеру, и будет точно все видно. Дай я куфточку одену. Одену. А мы вообще-то видим. Ну, а куда ты поедешь-то, я не пойму. Куда ты едешь? Вот куда? Правильно отхуй сосил. Ну, потому что меня уже достали просто вообще. Что это такое, блин? Приписывайте то, что никогда в жизни в моей не было. Блядь, из семьи я кого-то увела, с кем-то я дружу. Вы что, блядь, совсем что ли попутали? Ну, реально. Куда? Мне туда. Так, ладно. Здравствуйте, с вами программа Максимум. На чем остановились? Мы пока терли Натана. Подожди, так, мне надо красивую маску. Подождите. Ладно, пусть это у меня такое. Огрозиваю. Да, этот хочет стать. Здравствуйте. Привет, Масюнь, Лерфик, быстро прилетел бумеранг. Ребят, никогда такие фразы не говорите про бумеранги и про все остальное, потому что вы не знаете, что с вами случится завтра. Вообще нельзя, не то чтобы нельзя, но нежелательно, конечно, танцевать на чужих костях. Вот возьмите себе в привычку это не делать. Потому что правда. Так они правильно говорят про бумеранг. Ну, Карин, я вот не люблю такой. Вообще нельзя никому плохое желать. Нет, ну это они же не желают. Они просто констатируют факт. Ну, да. Просто я не люблю баб, которые строят из себя жертву. Вот чем больше ты строишь из себя жертву, тем больше ты, сука, на самом деле. Вот так всю жизнь было. Вот чем больше жертвы... Так. Тихо, а тут ничего не говори. Какой Рома власть? Я не знаю таких. Это по факту, Карина права. Что по факту? Нет. Карина правильно говорит. Романку не поедем, я сделаю тебе язычки. О, Берсик! Ксюша тут Берсик прибежал. Где Берсик? Ксюша, Ксюша побольше мата. Теперь я захотела что-нибудь сладкое. Блин, вы достали. Вы мне что-нибудь написали? Подожди. Это кто смотрит сейчас? Ваши же подписчики? Десять тысяч человек поедем нас смотрят. Это твои только десять тысяч дай. Подожди. Мои сто штук тут не смотрят? Твои тоже смотрят, Аня. Твои тоже смотрят. Им пришло уведомление. Тоже. Какой ужас. У Натаны есть семья. Ну давайте, вот эта тема, она была топ. Давайте. Давайте лучше поговорим. Нет. Во-первых, нельзя говорить за. Во-первых, нравится ли вам Натан? Как вам кажется, он симпатичный? И кто он по гороскопу? А, кстати, вот кто он по гороскопу? Интересно. Посмотрим. Мужчина. Мужик он по гороскопу. Ну, вбей в этот, в гугл. Ну, вбей в гугл. Матиш, есть телефон? Есть. Ань, твои смотрят тоже. Вон, Аня, твои тоже. Саратов смотрит. Ань, весь Саратов твой смотрит. Какой Саратов? Матерь с Ростова. Саратов это Коля. Колюня, ты перепутала. Нет, Колюня не Саратов. Ставрополь. Ставрополь. Ну, какая разница, там близко все. А мой папа, Ксюх, знаешь, что сказал? Вчера он приходил домой и говорил, у Ксюши новый парень из Ставрополя? Я говорю, да. Прям из Ставрополя? Я говорю, да. Такой. Он стрелец, пишет. А, ну, по-любому близнец. Идите в жопу. Нет, только не близнец. Я вам смотрю. Подожди. Рыбы. Он рыбы? Можешь сказать? Знаете, поется, короче, в песне. Они просто гадают. Нет, они гадают. Дева. Вот дева, возможно. Натан, звезды. Сюша, вы знаете, Карина, вы знаете, песня есть, Каспийский груз, там поется, не верю, блять, людям и рыбам. Я знаю, это мой любимый. Рыб. Карина, он рыбы. Ну вот, на мужчин рыб это похоже. 18 марта у него день рождения, он рыбы, точно. Точно. А он с 12. А рыба вот это любит натворить, а потом жертва вот это вот. Я не знал, я был бедный и несчастный. А как тебе вообще себя засирать, свой знак, нормально, норм? А мальчики, мальчики от мальчиков отличаются. А девочки рыбы все и в близнецах, и рак, и лев, и все, все разные. Женщина, а мужики рыбы, мужики, это большая разница. Молодецка моя рыбочка, ну конечно. Правильно, мы с женщинами дружим, а с мужчинами... О, сколько подарочков. Ладно, все, мы выпуски, давайте, пока. Ты пришла первым делом, где Коля? Коля нет еще, а что ты хотела? Куда, пошла, Анечка, не уходи. А папа привет передает? А они что, знакомы? Нет, если у вас теперь больше, то я буду. И Коля, передать привет. О, видишь, папа привет передал Коле. Хорошо, будем знать. Папа наконец-то выдохнул. Хорошо, Коль, если ты сможешь этот эфир, тебе привет от папы. Так, ну... Следующий уровень. Так, Анька, ты что, ушла? Я не поняла. А ей будут сейчас... У нее звонок важный, она сказала. Пилюш, привет, смотри, здесь, Матильда. Матильда, привет. Какой огурчик. Папа купил огурчик. Привет. Привет, Мару. И что папа подарил, покажи. О, огурчик. Показывай, что подарил папа. Огурчик, дальше что. Енота. Енота. Или кто это? Какая-то штучка. Какая-то штучка. Раковина в дом. Раковина. Я уже не знала, что взять. Взяла раковину, да, Терри? И эти. Лолы. Лолы. Ну, класс. Мини-верт. Мини-верт. Молодцы. Но огурчик самое прикольное, что можно... Я обожаю такие огурцы. Ага. Буршу, но пригласите, добавьте буршу. Ну, это Карина может только добавить. Я ее добавляла, но она не добавляется. Она, наверное, там не в ресурсе. Она, наверное, ремонт шпаклюет. А-а-а. Я тоже рыбы, да, ребят. Но вы, если хотите, мы прямо с Кариной сейчас сделаем эфир про гороскопы и с вами все обсудим. Но я вам говорю, девочки, а это одно, мальчики, это другое. Можно я все-таки скажу тоже про девочки и про мальчики? Давай. Нет, какая-то схожесть есть, я сразу скажу. Я как бы изначально, когда я с тобой дружила, то... Ну, дружила, да, там. Ну, как бы тебя хорошо очень знала. Но когда у меня появился муж рыбы, я поняла, что вы абсолютно разные люди. Ну, то есть ты, ну, вообще, ты совсем, совсем другая. Ты такая классная, такая отзывчивая, такая открытая, такая, ну, вся другая. А он как будто бы твоя противоположность. Но потом, когда прошло много лет, я стала на тебя смотреть как будто бы глазами твоего мужчины и на него смотреть глазами его друга. Но поняла, что все-таки к своим любимым половинкам вы относитесь, ну, вы больше обижаетесь, больше, ну, с друзьями вы и так себя не ведете, а со своими половинками ведете себя так, ревнивые, обижаетесь. И как бы, когда вы обижаетесь, ты тоже так, у тебя тоже есть такое, ну, ты не то, чтобы сразу говоришь, а ты молчишь, и тебе кажется, что все должны сами это понять. А на самом деле ты молчишь, ты своим друзьям-то все говоришь, там все понятно всегда, все твои претензии, все твои обиды. Ага. А мужикам непонятно. Да, она не всегда может догадаться, и когда тебе говоришь, поговори, там, ты говоришь, сам должен понять. И, ну, вот в этом все-таки рыбы, они очень эмоциональные. Где садись ко мне? И вот это вот есть такая черта. Ну, просто друзья рыбы и половинки рыбы, они по-другому проявляются. Выпустите Мишель, а то она плачет, пожалуйста. А у меня все друзья рыбы, все вообще. Как только рыбы, так сразу мой друг. Рыба из-за того, да. А кто у нее друг рыбы? Только Рома. Нет, у меня еще Таня, Алина, Женя. Нет, у меня папа был рыбы, и я прям помню этот характер. Характер абсолютно непростой, и у девушек непростой характер, и у мужиков. Я уверена, что твой папа был офигительным другом, понимаешь? Нет, дружище он обожал. Он был душа компании, наверняка, наверняка с ним было весело, наверняка он был очень добрым, понимаешь, как ты для своих друзей. Нет, люби рыбы тяжелые, я же ничего не говорю. Но люби рыбы, они, ну, не могу сказать, что прям... Папа был очень ревнивый, очень ревнивый. Очень ревнивый. Но я не очень ревнивая, просто чуть-чуть. Просто очень. Не очень, но очень. Нет, они как бы такие... Все просят про стрельцов, ребят. Я вот... Я тоже особо ничего не знаю про стрельцов. Мне надо подготовиться вам потом рассказать. И вообще, в последнее время я увлеклась нумерологией. Хочу вам сказать, что важно, кто ты. Шестерка, пятерка, четверка. Вот я, например, восьмерка, а? Что за громко? Что за громко? Короче, вот Карина, например, шестерка. Я восьмерка. Матильда, у тебя двадцать... Двадцать четвертого, она тоже шестерка. Она тоже шестерка, как и ты. Маруся единица, да. Это вот число, если у вас двойное число, например, у Коли двенадцатого, он тройка. Тройки вообще классные мужики. Ты четверка. Я не знаю, она увлекается нумерологией и рассказывает. Расскажите про тройки. Но я вам потом... Нет, я вот увлеклась, сейчас я все это узнаю, вам расскажу. Мне прям нравится. Ты знаешь, что Коля у тебя тройка, а мой бывший муж тоже тройка. У него тринадцатого, у него двенадцатого, и получается он тройка. Получается тройка. Да. Рожденный двадцать четвертого, это шестерка, да. Четыре прибавляйте плюс два, будет шесть. Шестерка. Ну не бред, это... Да, чего обесценивать и почему бред? Там нужно считать долго, там нужно все считать. Это ты так говоришь, Пес, просто. Да. Там нужно все считать. Год, год. Мне нравится это. Тридцатого ноября это кто? Тройка. Три плюс ноль. Пятнадцатого шестерка, тринадцатого четверка, а седьмого? Седьмого семерка, ребят, что все логично. Короче, у восьмерок обостренное чувство справедливости. Вот у рыб обостренной, еще я и восьмерка, у меня двойной удар в это вообще. Вот все, что несправедливо, я с этим не справляюсь. Я с этим пытаюсь бороться, и каждый раз в жизни мне это очень сильно помогает и мешает. Плюс я очень категорична. Ну, то есть, если вот у меня есть понимание, что там, не знаю, изменять нельзя, или там, я не знаю, обзываться нельзя еще что-то, все вот для меня это прям табу, и я, конечно, могу поменять свое мнение в каких-то вопросах, но есть вещи, которые вот, сколько я живу, мое мнение в этом неизменно. Например, там, в предательстве, в дружбе, для меня это очень важно, я вот своих друзей вообще, ну, не предаю, стараюсь не обижать. Да, восьмерки, это прям про справедливость, вот, помимо того, что это бесконечность, еще и суперсправедливость. Еще миссия какая-то, восьмерки, миссия. Ну, во-первых, они завершают рыбы и весь круг, и восьмерка тоже бесконечность, ну, короче. А Марс у вас где? Блин, это мне надо открыть, посмотреть, ребят, сейчас так не скажу, вообще. Просто иногда говорят, вот, такой-то знак, я тоже так раньше думала, о, все, если вот этот знак, значит, он точно, там, гулящий, или, или, там, ленивый, или хреново зарабатывающий. На самом деле, еще важна цифра, то есть, почему всегда число спрашивают, потому что смотрят еще по цифрам. А еще важно, воспитание, менталитет, вероятность. Важно воспитание в гороскопе, важно, конечно. Ну, дело не в гороскопе, дело в человеке. Нет, а вот Маруся права, смотри, она говорит, что дети могут воспитываться, вот она по своей семье знает. Дети могут воспитываться одним методом, но вырасти, допустим, разными. Например, как она и ее сестра. Умненькая. Конечно, у каждого человека. Я ничего не говорю, я просто сказала. Маруся, знаешь, вы потом все равно похожи, будете одинаковые. Давайте подержим, все. Вот из свитера. У вас ТЭИ есть куча одинаковых всех. Доброта, например, тоже обостренное чувство справедливости. У ТЭИ тоже справедливость. Ну, вот приехали, у меня негде припарковаться. Поздравляю. А тебя точно так и не добавила? С Новым рождением. Нет места парковки. А что, друзья, они вообще какого-то сносят? Я не знаю, они снесли гаражи, и нам негде припарковаться вообще. Родить первого ребенка в 30 это не поздно. Ребята, в 45 первого ребенка родить не поздно. Например, в Италии все рожают вообще после 40 и позже. Поэтому это все дурацкие стереотипы. Если вам здоровье позволяет, то рожайте вообще во сколько ходить. Не припарковаться хотели. Я вижу тебя, я говорю, паркуюсь, не пойму, где припарковаться. Я не знаю, куда мне встать. Простите, пожалуйста. Ну, здесь нормально. А к кому ты приехала? К себе домой, Дима тут. Ксюша, у вас будет подкаст с Алексеем Сенниковым, психологом. Слушайте, если честно, мне Алексеем Сенниковым, извините, я буду говорить чуть нос, сначала понравился, а потом я то от одного человека, то от второго, то от третьего услышала, что он что-то как-то вот пафосно себя ведет. И реально, по-моему, кто-то, то ли моя помощница ему писала, то ли еще что-то. И ответ такой был, типа, у меня все расписано на год вперед, и я вот такой не люблю такие ответы, поэтому мне такие вещи не нравятся. Нет, хотя я сама понимаю, что занятость у человека может быть и реально все расписано, но там даже ни здрасте, ни до свидания. Я слишком востребованный там был. Не знаю. Мать, куда ты мне колбасу принесла? Спасибо, моя рыба. Посмотрел, как у подъезда нет никакого места. Блин, у меня негде припарковаться теперь. Это вопрос. Ой, это вечная проблема. Так, Ксюша, отключилась, я тоже отключаюсь. Ребята, спасибо большое вам за эфир. Час пролетел вообще как секунды с вами, было очень весело. Всех целую. Всем пока. Я думаю, что Ксюша, я думаю, что Ксюша добавит... Нет места, да? Ну все, Зай, да я. Поближе еще к нему. А как он вылезет? Потом ударит меня. Ну его там приперли. Я сейчас есть его приперли. Ну и все, вот так. Реально? Спокойно выйдет. Реально, так? Смотри, выйди, посмотри. Ладно. Я пока по шаману. Спокойно он выйдет. Пока по шаману. Нет, стой, я буду шаманом. Дай телефон мой, пожалуйста. Выходи, шапку бери. Ты на ней сидишь. Шапку бери. Где Рома? Рома еще в метре. Ему слоеное, честно? Слоеное, безрожжевое. Выходи. О, гибрид. Класс. Прикольно. Ага. А еще я решила, что вам не любимое блюдо. Блин, я так ужасно поставила машину. Подожди. Так, мне надо еще съездить на Арбат. Может, я еду, перепаркуюсь потом. Ой, свет мы не выключили. А вы что, не уходите все? Все, не уходите, не уходите? Не уходите. Нет, все, уходите все. Я уже устала, тебя сейчас ждала. У меня уже, это, передоз. Пойдем делать языки. Все в куртках? А я? В кофте? Такая сякая кофта. Такая сякая кофта. А вот место, я вот здесь стояла в прошлый раз. Да? Да. И потом... Ладно, ребятки, я вас...